В один из битерсов управления сайтом для вас доступен набор важных и нужных инструментов. У вас, как у разработчика, так и как у администратора сайта всегда есть задачи проверки хостинга, создание бэкапов, оценки общей производительности сайта, производительность каждого участка сайта в отдельности для поиска возможностей узких мест и оптимизация работы сайта в целиком. А в системе уже предусмотрены инструменты, которые позволяют решить эти и другие задачи. Кроме реализации функционала проекта и администрирования есть и другие задачи. В один из битерсов много встроенных полезных инструментов, облегчающих жизнь и по разработке, и по администрированию. Покажу несколько. Со всеми вы можете ознакомиться в административном разделе и найти описание всех возможных на сайте один из битерсов. Начнем с функционала по тестированию системы. Когда может понадобиться? Если сайт работал, а потом вдруг что-то стало сбоить или сайт перенесен на новый хостинг. Проверка хостинга позволит легко понять, нет ли недостатков в окружении. В настройках серверного ПО, которые могли быть изменены администратором хостинга, могло обновиться ПО или новый хостинг может иметь неоптимальную конфигурацию. Запускаем тестирование и система производит проверку. Из серьезных замечаний у нас регистр Global 1. Здесь же мы можем посмотреть описание данной ошибки. К тому же нам на каждой странице сайта, как администратору, показывается соответствующее предупреждение, даже без запуска отдельного тестирования. Идем исправить. В HTSS прописываем PHP флаг и регистр Global off. Запускаем повторную проверку. И ошибок не найдено. Таким образом, нужно сначала убедиться, что с окружением все хорошо. И затем уже стоит искать, что исправить в вашем коде или в настройках системы. Расскажу еще об одном инструменте, очень полезном и часто используемом. О системе бэкапирования. У любого разработчика, владельца сайта, администратора встает задача создания бэкапа сайта. Это и задача создания копий проекта для разработки, переноса проекта на другой хосинг. Так и вопрос безопасности. Какой бы ни не был надежный сервер, от форс-мажора никто не застрахован на 100%. Нюанс тут в том, что нужно не забывать делать бэкапы регулярно. Их нужно где-то хранить. И разработчики, один из битеров в управлении сайта, позаботились уже обо всем этом. Вы можете настроить автоматическое регулярное резервное копирование. Вы настраиваете опции бэкапа, время и периодичность его создания, а также каким образом будет инициализироваться бэкап. Это может быть облачный сервис, либо же может происходить запуск по крон, если вы его настроили на сервере. При этом бэкап может сохраняться как на диске на хосинге, так и заливаться в облак один из Bittrex. При этом, конечно, указывается пароль, никто кроме вас архив не получит, главное не потерять пароль. Из облака вы можете развернуть бэкап, используя файл Restore.php и выбрав восстановление из облака. Также вы можете сами сделать бэкап как в облаке, так и на диске в любое удобное для вас время, просто его запустив. А все бэкапы, сделанные в облаке, так и сделанные локально на сервере отображаются в списке резервных копий. Следующий инструмент – это панель производительности. Скорость создания страниц – важнейший параметр для успешной реализации проекта. Нужен инструмент, чтобы найти причину и исправить. Панель производительности позволяет оценить производительность сайта в целом, найти конкретные медленные страницы и подробно проанализировать конкретную страницу. Конечно, существуют специальные библиотеки для анализов скорости выполнения кода, но очень удобно, когда есть встроенный механизм и не всегда на хостинге доступны на установке ваших библиотек. Использовать монитор очень просто. Запустим тестировать конфигурацию, например, на одну минуту. Монитор сравнить производительность с текущего сервера и талона. Это позволит получить представление о соответствии хостинга и проекта. А также монитор покажет типовые ошибки в конфигурации хостинга, если они есть. Монитор проверит настройки платформы и выдаст рекомендации по их оптимизации. Будет произведена оценка скорости генерации страниц. Вы получите среднее время и сможете наглядно увидеть время генерации каких страниц больше, чем допустимо в проекте. Для того, чтобы получить оценку, страницы должны открываться во время тестирования. Это могут быть как реальные посетители сайта, если вы проверяете на реальном проекте. Только учтите, что монитор сам создает нагрузку и не стоит включать на длительный период на нагруженном проекте. Или вы можете создать искусственную нагрузку с помощью специальных систем тестирования или банально походить по сайту, чтобы собрать статистику. И в итоге, после истечения отмеченного времени, вы видите список страниц, которые были открыты. Процент нагрузки на каждой странице, сколько хитов было сделано и среднее время открытия страницы. Узнав страницы, которые требуют оптимизации, можно просмотреть по ней детальную статистику и по времени работы PHP и по SQL-запросам. Также можно очень удобно страницы проанализировать в публичной части. Инструмент атлаты. Вы можете посмотреть время исполнения страницы с распределением нагрузки по частям хода. Посмотреть детальную статистику кэша. Посмотреть статистику с кель запросов, чтобы проанализировать их. А также можно включить детальную статистику по областям и вы увидите информацию по производительности каждого отдельного компонента и области. И таким образом легко сможете найти место, которое можно исправить или оптимизировать. Следующий инструмент – скорость работы сайта. В чем отличие от предыдущих и зачем он нужен? Скорость открытия страницы у пользователя в браузере – это далеко не только время генерации контента на сервере. Это и время передачи данных, и время рендерения HTML и отработки JavaScript, что в современных проектах может занимать очень значительное время. Посетитель не интересует, насколько быстро сервер отдал сайт, если замедленного канала до пользователя, множество подгружаемых файлов, некорректного JavaScript, долгого рендеринга, проблем с DNS и любых других причин он может видеть ваш сайт с большой задержкой. И чем больше ждет посетитель открытия страницы, тем больше вероятность, что он уйдет с вашего сайта. Но разработчик может этого и не замечать, так как у него мощный компьютер, очень хороший канал связи и сайт летает. Скорость работы сайта – это улучшенный сервис, который оценивает общее время, за которое страница полностью отобразилась в браузере пользователя и покажет вам объективную оценку, какое среднее время открытие у ваших посетителей. Вы можете детально проанализировать все этапы – время запроса, время ожидания ответа сервера, отрисовка HTML и т.д. Это даст объективное представление о том, где нужно производить оптимизацию при необходимости. Например, ваш сервер, несмотря на быструю генерацию страниц, очень медленно отдает контент. Значит, надо сменить хостинг на тот, где этой проблемы нет. Вы видите, что у вас очень долго отрисовывается страница. Значит, либо у вас исполняется сложный JavaScript, или используется тяжелый HTML. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...